1 апреля в пролетарском районном суде города Твери выслушано последнее слово 42-летней Марины Жировой, обвиняемой в истязании инвалида, мужчины, пережившего на тот момент 7 инсультов. В своем последнем слове Жирова перечислила ряд своих хронических заболеваний, вылечить которые в условиях неволи будет проблематичным. Но в истязании человека она посчитала себя невиновной. Я пересмотрела всю свою жизнь до ареста. Я всегда старалась дать людям только добро и всегда максимально помочь, насколько это возможно, в моих силах. В сложившейся ситуации я раскаивалась и мне стыдно за свое поведение. Но я не истязала Козлова Алексея Николаевича, истязаний не было, и это просто невозможно. Ваша честь, уважаемый суд, если вы примите решение осудить меня, прошу вас назначить мне минимально возможный срок в виде условного решения свободы. Спасибо, уважаемый суд, и ваша честь, у меня все. Об условном наказании Жирова сказала не случайно. В судебных прениях сторона гособвинения просила Жировой реальный срок лишения свободы. В судебных прениях просили назначить наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с добыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Заметим, суд располагает видеозаписями моментов истязания Жировой беззащитного лежачего мужчины. Суд посчитал доказанным обвинение Жировой в совершенном преступлении. Жирову Марину Александровну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом Г части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения Жировой доступление приговора в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражу. Кроме того, Жировой в качестве компенсации морального вреда потерпевшей необходимо выплатить 290 тысяч рублей. Заметим, суд при вынесении приговора учел все смягчающие вину Жировой обстоятельства и отсутствие отягчающих. Назначено наказание минимальное, предусмотренное статьей Уголовного кодекса. Тем не менее, сторона защиты, теперь уже осужденной, не согласилась с приговором. Сторона защиты полагает, что данный приговор является необоснованным, незаконным. И сторона защиты будет обжаловать данный приговор в апелляционном порядке в Тверской областной суд. Скажите, вы считаете, что она не совершала преступление? По поводу этого я не буду высказываться. Выскажусь только относительно того, что сторона защиты как минимум не согласна с тем приговором и с тем наказанием, которое указал суд. Марин, как вы восприняли приговор? Потерпевшая сторона считает оглашенный приговор справедливым. Мы считаем то, что приговор был законный, обоснованный и справедливый. Жирова очень хотела стать россиянкой. Она получила российский паспорт и за свое содеянное пусть отвечает по всей строгости российских законов. Я считаю, что суд справедлив и приговор вынесен очень справедливый. За это время, пока шло судебное, вы потеряли мужа? Да, у меня муж скончался 17 февраля. Как вы считаете, ну сейчас уже можно предугадывать, если бы не было вот такой истории в его жизни, если бы была нормальная женщина, которая выполняла по-человечески свою работу, он бы еще пожил? Ну, здесь трудно сказать. Все-таки мы не врачи и не можем это все как бы предполагать, да? Но то, что на него повлияло, вот это вот унижение, все эти побои, все это давление на него, он понимал, он все понимал. Он прекрасно понимал, что над ним издеваются, что его избивают, что его угнетают. Поэтому, возможно, что повлияло очень много на его состояние. Я считаю, что повлияло. На оглашении приговора присутствовала Татьяна Суворова, новая сиделка потерпевшего. С ним она была до последней минуты. Приговор справедливый. Я считаю, что обжалованию не подлежит, как говорится. Потому что я всю жизнь медиком работала. Я медик по жизни, по натуре всю жизнь отработала. Поэтому это недопустимо бить больного человека, кто бы то ни была. И не надо идти, тем более, в сиделки. Сиделки – это уход за больным, потенциально больным человеком. Поэтому он был тяжелый, он был парализованный после девяти инсультов. Поэтому это очень сложный пациент по здоровью. Надо было с ним обращаться только аккуратно. О подаче стороной подсудимой апелляционной жалобы мы сообщим в следующих выпусках патрульной службы. В ночь на 31 марта в Вышнем Волочке на улице Санитарная загорелся нежилой деревянный дом размером 8 на 8 метров. В результате пожара помещение уничтожено полностью. Дом не был электрифицирован, отопления тоже не было. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Сигнал о возгорании поступил в 7 минут первого ночи. В 2 часа ночи сотрудники пожарно-спасательной части номер 9 возгорание полностью ликвидировали. Никто из людей не пострадал. О работе огнеборцев на территории области за последнюю неделю марта сообщит начальник пресс-службы МЧС России по Тверской области Максим Максимов. С 25 по 31 марта 2024 года ликвидирован 31 пожар, в которых, к сожалению, погибло 2 человека. Также за отчетный период пожарно-спасательные подразделения привлекались до ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в которых, к сожалению, погиб 1 человек. 4 человека пострадало. Зарегистрировано одно происшествие на воде, в котором пострадал 1 человек. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону 01, сотовых телефонов 101-112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области 848-22-39-99-99.